Да, да, видно. Добрый день, Игнатий. Добрый. У меня просто почему такой вопрос возникает? Я в монастыре живу полугода. Да-да. В Оптиной пустыне. Ну, читал монашескую литературу, Игнатия Блинчанинова, Лестницу, потом что-то... Ну, Серафима Саровского, Ава Дорофея. Ну, в общем, и везде, везде все толкование Священного Писания, начиная от Ветского Завета, заканчивая Новым, и здесь все аргументируется, как... Ну, монашеский, что вот путь верующего человека в монашеский. Так, я в самом начале спрошу, мы все записываем, выставляем в интернет. Вы не против? Не против. Не против. Скажите, не против. Я не против. Все, говорите, полезно для всех это. Я слушаю, пожалуйста. Ну, и вот дальше. То есть, все толкование и Ветского, и Нового Завета, все говорится о... Ну, то есть, о монашеском пути. То есть, вот Псалтырь, ну, даже вот Псалтырь они толкуют. Лествичик, Иоанн Лествичник, у Игнатия Блинчанинова, в Отечники. Везде толкование вот именно о монашеском. Ну, я сейчас вот так на память не вспомню. Ну, вот даже те события, которые в пустыне происходили, да, когда евреев вывели, что... Ну, тоже, в общем, везде аргументируется как-то, что это вот говорится о том, о монашеском пути. Я вам скинул материалы, вы их все прочитайте. Это не один день уйдет у вас. Материалы. Монашество – это очень хорошее дело, все полезное, но при одном условии, что Христос не приходил на землю, Евангелие не было дано Духом Святым. Тогда все на месте. Но если Христос – истинный Бог и сошел на землю Дух Святой, то мы читаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Он говорит, «Я не сужу вас, слово, которое я говорю, оно будет судить». Но если это слово будет судить, дальше объяснять не надо, по нему надо и жить. А по этому слову, последние слова Христа, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Не сидите в монастырях, не придумывайте. Вот почему мусульманство возникло? Два миллиарда, миллиарда, не миллиона. Это все монахи. Если бы они проповедовали, как пишет Андрей Кураев, этого бы не было. А они не шли. И Мухаммад умер в 632 году. За шесть столетий ни одного Кирилла Мефодия не послали. А семя, семя – это слово Божие, толковать не надо, вы там дали место. Христос оттолковал. Вышел сеять или сеять? Кто? Сын Божий. Дух Святой сеет слово. А раз его не было, а вера от слышания, а слышание не от басни, а от слова Божия, то есть от Святой Библии. Все. Дальше это говорить не о чем. Их материалы, которые я скинул, это о житиях святых. Я их насчитывал на пленку, и поэтому знаю их. Я все места выписал и показал, что монашество, одному быть – это хорошо, без всяких обетов. Вот вы один, не связанный по ногам и рукам с семьей, иди и проповедуй вдвоем. Найди себе соратника такого, идите, несите истину, православное учение, не сидите. Если талант данный, ты его не разбил, а развить ты в монастыре не можешь, ты закопал его, ты за это ответишь. Выброси во тьму внешнюю, Господь скажет. А как? Приобретайте, умножайте, умножайте проповедью. Апостолы все разлетелись по миру, ни один не пошел в монахи. Это выдумка, выдумка нещеловеческой силы. Она поработила разум людей. И в Евангелии нет ни одного слова, чтобы где-то спрятаться и сидеть, как серапим. Написано идите, притом как прекрасные ноги, благовестующих мир, благовестующие ноги. А у священников они больные ноги-то. Он стоит на одном месте, у него вены лопаются. Нас Бог будет судить по святой книге Библии. А раз по ней, вопросов вообще задавать не надо, по ней надо жить. А жить так, как Христос заповедал. Ни один евангелист, ни один апостол, ни один пророк после Христа не сидели на месте. Никто. Они ходили, пересекали континенты. Фома в Индию, Марк в Александрию, в север Африки. Павел пошел туда, Петр до Рима, Андрей до России дошел. А сидели бы. Но и мы бы не знали, сейчас деревяшкам каким-то кланялись бы, Перуну, разным божествам. Мы должны быть благодарны, что есть люди и были, которые услышали Слово Божие. И вот сейчас 23 декабря вот этого года, вот, несколько дней назад выступил патриарх Кирилл. Какое он строгое дал поручение. Выходите, не сидите на месте. Храмы пустые. Вы идите на перепутье дорог, идите и проповедуйте. Патриарх подчеркнул, дал, говорится, хороший заряд. И епископам, и всем. Православие-то люди не знают. Он говорит, 80% крещеные. А сколько приходят, он не сказал, я знаю. 0,3%. А в дальшие праздники 2%. А где 98? Они не учили, не учили. Пришел, он стоял, он говорит, раньше было колокол ударит, видишь ли, сейчас хоть из пушки бей, никто не придет. Надо идти греметь Словом Божьим. Это патриарх Кирилл, он видит, что приехал с Востока и говорит, состояние духовное развалено. Сектанты все уже захватили. И назад возврату не будет. У Иоанна Кронштадтского, сейчас я просто не готовился, я бы нашел. Да, да. У него сказано, что если мы будем проповедовать, то мы скорее без, ну то, что скорее Дух Святой открывает людям истину, а не мы, потому что, если мы будем проповедовать, мы скорее людей отвратим от истины, из-за своих, как бы, плоского мудрования, чем привлеченных, ну в церковь. Поэтому, ну и как бы много об этом, где говорится, что без особой благодати Духа Святого ну лучше не проповедовать, чтобы людей не отвращать от веры. Ну понятно. Опасность на дорогах. Машин много. И заканчивает курсы вождения машины, опыт. Не означает, что на машине нельзя ездить. Можно ездить, но ты должен знать правила. Так и здесь. Ты должен знать правила. Свидетельство дает Дух Святой. Феофан Затворник говорит, что Бог дал тройную нам благодать. Первое, призывающее. А призывающее только Слово Божие. А его нет призывающей благодати. Второе, обращающее. Когда Дух Святой откликается, сердце человека трогает, и он обращается. Вот это у сектантов на высоком уровне, особенно у баптистов. Но у них нет третьей части. Благодати освящающей. У них нет священства, нет литургии, нет причастия. Нет. А раз этого нет, то спасение все под сомнением. У православных наоборот. Есть третье, первых двух нету. А как? Объединить на все это надо. Не с ними объединяться, а чтобы все шли на проповедь. На проповедь. Это 8 глава 4 сих, деяния апостолов. Когда началось гонение, написано, что апостолы остались в Иерусалиме. А все, жены, мужья, дети, все рассеялись и благовествовали, как пожар вспыхнул в Римской империи. И проповеди-то нет. Монах ученый может проповедовать. Он мона, мона один. Сейчас современные монастыри, они такие, что люди сами туда потоками ездят. Да нет монастырей-то, это обман. Вы знаете, сколько монастырей было в России? Себе черкните, я вам скажу, на бумажке. Перед 18-м годом. Пишите. 1275 монастырей. Ага. И 57 тысяч храмов. И пришла революция, и вчера шесть семинаристы делали революцию. И почти 100 миллионов голов отрубили. Сталин в семинарии учился, Каганович закончил, Гитлер учился в семинарии. Это не просто так. Мы должны внимательно посмотреть, какая причина. Причина, что Бога не знали. Этот Якуб Колос в Ростынях это подробно пишет. Вот это Бурса Помиловского. Бога надо знать. Бог – это любовь. Это смирение. Это отвага. Это героизм. Вот 3.11, 3.10. И Иоиля написано. Туда, Господи, веди твоих героев. Туда веди. Мы неземные букашки. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Идите и проповедуйте. Это последние слова Христа, который возносился на небо. Монастырь Христос основал, но только на 10 дней. Говорит, сидите в Иерусалиме, запятая, доколе обрещетесь силою. А какой силою? Когда сойдет на вас Дух Святой в день Пятидесятницы от Вознесения. И дальше они сразу понесли всему миру Евангелие. Все. Монастырь кончился. 10 дней они сидели бессильные. Силы не было без Духа Святого. А он говорил, придет Дух Святой и что? Возвестит о суде, о правде. О чем? О грехе, о правде, о суде. О грехе, что не верует в меня. О суде, что князь мира осужден. И о правде, что я иду к отцу моему. Вот о чем надо проповедовать. И у меня опыт 54 года. Непрерывные проповеди. Непрерывные. Всюду и везде. Во всех городах. В Америке. Где бы ни был, не ехал я. И всегда проповедовал. И скажу, что это единственный правильный путь. Другого пути нету. Этот путь, который все святые отцы подчеркивали, он необходим. А что говорил там Иоанн Лесвищник или что-то. Это совершенно не тот путь. И мы должны разобраться. Если мы скрылись где-то за мандрой. Мандр это стена. Мандра. А это архимандрит. Начальник над стеною. Ну и ты отсидел там. Твой талант не раскрылся. А что ты был один, а остался один. Монахи потомства не дают. Они уходят в песок. И где был Макарий Египетский? Ни одного монастыря нету. Все. Все под мусульманством. Нигде ничего нет. Пустые пустыни. Я вам материал скинул на эти темы. Нет, ну вот Оптинопустыня, извините, перебил. Вот монастырь, я там полгода прожил, и я вижу там люди приезжают, такие же, как я, паловники. Там на месяц, на неделю, кто на сколько. И они смотрят на тех же монахов. Ну и как бы они для них как образец для подражания в духовном смысле, что смирение, как бы, больше веры, чем просто там свечку поставить. больше он не может веровать. Больше этого нельзя. Они придумали, что монашество принимает, как второе крещение. Как оно может быть второе? Это все обман. Как? Послушание дороже поста и молитвы. Вы слышали? Это дьявол придумал. Дьявол. Это в лесах. Господь говорит, против сатаны одно оружие, пост и молитва. А они вышибают. А высшее послушание кто? Сатана. Потому что это главное против него оружие. Как это может? Дух Святой не может говорить сам против себя. Пост и молитва. А монахи, лишь бы ему Ава, благословите, Ава, куда благословите? Сухую хворостину ртом поливать? За три километра что во рту принесешь, тем поливай. Вы жития не знаете просто. Если бы вы знали, вы бы поняли, что даже близко нельзя подходить. Один. Это один вопрос. Но никаких обетов не давать. Монастыри нужны. Готовить проповедников. Из старых, одиноких докармливать, допаивать. Когда они возвращаются домой, многие погибнут. Это нормально. Семья христиан. Христианство. Это кровь христиан. Ну вот Игнатий Брянчанина тоже. Вы же считаете жить его? Я объясняю. Игнатий Брянчанинов. Черноморский, как Кубанский там называют его. Он инспектором был, епископом. И когда он проехал по монастырям, вернулся и говорит, монастыря нет. Едва ли на 1275 есть четыре духовных, чуть-чуть. А остальное, говорят, актеры. А актеры ничего не сделают. Это было тогда еще при современниках Пушкина. Это уже понимали. А Феофан Затворник в 61-м году говорит, еще одно-два поколения и православие на Руси исчезнет. А мы видим православные храмы, золотят куполат, золотят. Здесь одно. Или он был лжепророк, ошибся. Или он сказал правду, но имел в виду не это православие, которое мы видим, обмерщенное. Главное, чаще исповедуйся, чаще причащайся. Никогда этого не было в России. Со дня крещения Владимиром причащали четыре раза в год. Всегда это было. А каждый готовится или считает каноны перед причастием. Ничего не считают. Пост устранили. Я не могу. Священник разрешает курочку, молочку, а пост идет. Его священника нужно немедленно запрещать служение. Он не имеет права. Единственное, кто имеет право, вот, допустим, епископ-священник, больному очень престарелому и маленькому ребенку растительное масло и вино. Больше ничего нету. Ни о каком молоке даже умирающему нигде не разрешается. Все остальное это самовластие. Какой она кронштадтского заболела, на врачи приписали бульончик. А он написал матери, там студентом еще был, семинаристом. А мать говорит, святые никогда этим не лечились, и я тебя не благословляю. И он выздоровел. Ян кронштадтский. Поэтому по поводу поста-то у меня вообще вопросов нету. Я говорю, монастыри нужны. У них должен быть поставлен маяк другой. Готовить проповедников, готовить. И чтобы были средства докормить, допоить, которые уже обетшали, пришли, заболели и прочее. Это соответствует Евангелию. Петр первый подал мысль, давай сделаем трекущие, когда преображение на горе было, считается на фаворе. А Господь, говорит, там внизу бесноватые ждут. Мысль эта, говорит, написана, Петр не знал, что говорил. И поэтому сегодня, когда говорят о монастырях, я поеду, там хоть как-то, да сама по себе идея твоя смертоносная. Ты должен идти и проповедовать, ближе ему оказать любовь, а ты спрятался. Апостол Павел говорит, я день и ночь учил вас, деяние 20 глава, и ничего не упустил. Поэтому ящися от крови вас всех. Но если ты видел, что человек согрешает, а ты в монастыре его не видишь, и ему не сказал, он погибнет. Но его кровь я с тебя взыщу. Иезекииля 3.18. Вот это уже и говорит, что монашество здесь проиграло на 100%. Они никому сказать не могут. Патриарх говорит, вы, священники, ответственны за все, что делается в миру, сколько абортов, сколько разводов, сколько воровства, убийств. Вы за все отмечаете. А вы спрятались, сидите в храмах. Вот 23 числа он говорил, зарядите и увидите. Напишите, патриарх Кирилл о миссии. Там 4,5 минуты, кажется, видимо, оторвали это. И он говорит, считает, что патриарх поговорил, и все заглохло. Ничего не бывало. Этого не будет, что мы заглохли. Он прямо призывает к благовестию всех, в первую очередь, священников. Феофан Затворник об этом говорит. Мы должны брать по шкале, которую дал нам Господь. Всем умом, всем сердцем, всей крепостью, всей душой возлюбить Господа. А Господь говорит, любите меня, соблюдите слово мое, а его и нету. А где оно? Нести надо Евангелие, а его не было. Сейчас его стали издавать. Его не было. В 1876 году только перевод сделали. Тысячу лет прошло, и люди жили без Евангелия. Да как они жили-то? Как? На разных прибаутках что-то из жития услышат. Слово Божие спасает, оно очищает. Христос говорит, вы очищены через Слово, которое я проповедовал вам, как Павел. А если кто по-другому будет говорить, анафе моему, послание Галатам, первая глава, восьмой, девятый стих. Тех, которые людей отрывают, и в монаши анафема им всем. Анафема, отвержение. Это вопреки Слову Божию. Господь посылает, идите и проповедуйте. А то, видишь, видение, икона, икона явилась в видении, во сне монастырь построить. Почему таких видений не было апостолом? Ему является муж-македонянин и говорит, придите к нам и помогите нам. И мы сразу решили идти туда и проповедовать. Это другие видения. А Христос вчера сегодня и во веки тот же. 12, или 13,7 послания к евреям. Христос вчера сегодня и во веки тот же. Он не меняется. Это мы меняемся. И Евангелие не надо под себя подтягивать. Мы даже под него склонимся. И поэтому требования к каждому одни и те же. Исполняем ли мы заповеди? А заповеди не тяжкие. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А как он может веровать? Если слушает. Поэтому приготовьтесь на этот путь. Послушайте апостолов патриарха Кирилла. Послушайте. Он плохому не научит в благовестии. Он знает, что это надо. Он никогда не говорил, что не надо. Он говорит, храмы наполнились и думали, что так всегда будет. А храмы опустили. Идите на перепутье дорог, на перекресте. Идите и проповедуйте, не сидите. Вот его слова какие. Я этот ролик везде распространил. И дай Бог ему здоровья. Ну вот опять же, возвращая к современным монастырям, они примерно вот большие, крупные, они так и получаются, чтобы толпы туристов автобусами, иншалонами ездят. Ну кому интересно, остаются там на какое-то время общаются со священниками. Знаете, мы умрем. Это мы можем, говорится, уже поверить. Все умирают. И с чем мы предстанем? Если судить, Бог будет послом. Вот первый день ты уверовал, Евангелие считал. Пошел проповедовать? Нет, не дал. Жестокосердный, выброси во тьму внешнюю. У него масла нету в сосудах. 25 глава Евангелия от Матфея. Какое масло? Добрые дела соделаны в Духе Святом с любовью. И так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца Небесного. Вы есть город на вершине горы. Какой город, когда он забился, как таракан сидит там? Какой город? Город на вершине горы. Вы знаете, как он сияет всеми огнями? Его все видят и знают. Да, вышел апостол сегодняшний день, чтобы земля трепетала. В этом нуждаются все. Вот сейчас авария такая, самолет упал. И мы должны людям дать утешение. Если не покаять, и все так же погибнете. И показать, где это написано. Надо обратиться к Богу всем сердцем, всем умом. И тогда будет видно, что мы живые дети Божии. Вот если мы считаем Кримером 8.9, говорит, кто не имеет Духа Христова, тот и не Его. Вот и все. Хоть ты причащайся, не причащайся, ты не спасешься. Надо молиться о Духе Святом, о чем Серафим Саровский говорил. Стижание Духа Святого. И тогда вот эти слова, которые я вам говорю, их не надо будет говорить. У вас внутри будет огонь разлитый, о чем Еремея говорит. В костях огонь будет. И будут говорят, замолчите. А апостолы говорят, а кого больше слушать, Бога или вас? Наш Христос сказал, идите проповедуйте. Они, говорит, били и запретили настрого говорить о нем. Ничего не получилось. Почему? Они были не такие, как мы. Вот и ответ. Настройся на это. Спасать Бог будет сам. Духом Святым. Стижание Духа Святого. Вводимый Духом Божьим. Ты будешь голос Божий слышать. Слышать не голосом, а на сердце. Ты будешь считать Евангелие, тебе Бог на сердце положит. Не прятаться в монастыре. Нет. Это антихристов путь, когда люди слова Христа топчут под себя. Ты скажи, я расслышал, я иду. А сколько учиться надо? Ну вот, Христос исцелил Бесноватого. И Бесноватый исцелился, и говорит, я пойду за тобой. А Господь говорит, вернись домой и расскажи, что тебе Бог сотворил. Все, учеба кончилась. И он не пошел домой, написано, а пошел по городу, говоря всем, что он с ним сделал. Вот и все. Учеба, семинария, академия. В семинарии, академия, в два часа вложились. Марфа избрала кормить хорошо. А Мария сидела у ног. И каждое слово впитывало в себя. Вот возьмите, Прискила, Акила, Андроники, Юния, это семейные пары. И они несли живое слово. Сегодня везде сектанты. Они нуждаются в слове. Они искажают его, беснуются там, харизматы. Что они делают? Беснующееся общество. Огромные, огромные залы. Это люди погибшие. Это потомки Дофана, Аверона и Корея. Живьем в ад пойдут. Потому что в них нет жизни. Жизнь дается в святом причастии. А причастие там, где есть епископ от апостольских времен. Как мне говорят, вот на патриарха говорят, что и вы его признаете благодатным. Я по-другому не могу сказать. Да, признаю. Я епископов признаю всех благодатным и священников. Пока его Бог терпит, потерпи и ты. Явно, что не то, тогда сообщи, как в епархию, где там разберутся. А не так, что поп-пьяница, там гомосексуалист. Откуда ты знаешь? Ты уверен? Ну, пьяного задержали, ты видел. Пьяный, говорит, проспится, а дурак никогда. И ты наоборот, помолись, узнай, верно ли сие и неси слово Божие. Я много знаю про священников, но не это надо знать, а знать, как их поднять, как проповедовать им. И тогда будет у тебя всегда в сердце радость. У тебя новые друзья будут. Ты будешь Евангелие искать. Вот мы только в окрестных деревнях у себя раздали 30 тысяч Евангелий общины. 30 тысяч. Каждое воскресенье выезжали. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона. Проехали Скандинавию при Балтии. У меня 38 книг вышло из печати. Я во всей библиотеке дарил. Там все отвечено на все вопросы. Как беседовать с сектантами, как образовывать общину. Я в начале детского лагеря. И мы хотим, чтобы люди русские не в отвале лежали. Чтобы выверили жизнь свою по Евангелию, по отвесу строительному. И тогда нам не стыдно будет встречаться. Не надо крещать тут слава России или Украине. Слава Иисусу Христу. Вот как надо говорить. Аминь. Ну вот если Серафим Саровский он же перед тем как проповедовать он же сначала занимался как монашеской глильницей пустыннической очищением от страстей и так далее. То есть молитвы. Ну вот видите он молился три дня и три ночи на камне о русских архиереях священниках. Не о царе. Конкретно о церковном начальстве. И Бог заговорился и ему сказал не пощежу и не помилую. Как будто ни одного нет спасенного. Ибо вымыслами человеческими заполнили все отвергли заповеди Божьи. А это где написано? 118-й псалом 113-й стих. Давид говорит вымыслы человеческие ненавижу а закон твой люблю. 96-й псалом 10-й стих прямо говорится любящие Господа ненавидьте зло а увлечь людей в сторону не дать Евангелия большего зла как придумать? Господь назвал их Павел Апостол говорит лютые волки придут нещадящие стадо лютые бешеные только о себе будут заботиться только что больше бизнес церковный свечи десятки раз перепродают и все остальное за все за крещение берут деньги а то симония самое настоящее предательство а то Евангелие говорит каноны говорят и патриарх Алексей 2 говорил об этом та самая настоящая симония даже крещение нет полного ладошкой по голове какое же это крещение христос крестился в Иордане Владимир крестил в Днепре Филипп с Евнухом сошли в воду ладошкой мокрой по голове плати деньги да какое же это крещение или венчает венцы сзади держит венчания то нету но венец в любом месте какой заявовал первое место ему лавровый венок футболисту кому надевает на голову здесь венки то не надевают это обман исповедь какая исповедь когда сзади 50 человек стоит ты делай в отдельной комнате чтобы душа раскрылась у нас вот это все исполняется и вот наши ролики смотрите я вам скину наши ресурсы я иногда смотрю у меня просто если честно времени даже особо нет я вам дам напомню вот как мы причащались вот в это воскресенье какая у нас исповедь как дети все знают кланяются молятся какие поклоны как одеты православие это целомудрие чистота а у нас сегодня проходной двор везде сделали любой приходи выходи у нас ни один не шелохнется никуда почему это запретили нам святые отцы кто раньше уходит два-три замещания и будет за дверью стоять ну что все у вас не вот по поводу проповеди вот в толковании на евангелие я сейчас не вспомню на какой ну на что конкретно в какой главе это блаженный феофилакт толкует что учить должны законные учителя а остальные куда ну про остальных там не написано законные все законные законные все бесноватый какой он был он только исцелился и Господь говорит иди и проповедуй это выдумка все эти слова мы не можем принять это не от Бога только священники а был момент когда священникам запрещалось только епископы и люди вообще ничего не знали ну не может же Дух Святой сам против себя идти идите и проповедуйте я вам объясняю деяния апостолов 8 глава 4 стих рассеявшиеся не священники ходили и проповедовали день и ночь и поэтому люди обращались по тысяче вот так ну а ваше какое отношение к Серафиму Саровскому и Игнатию Бричанинову ну что полезно бери Игнатия Бричанинова а где говорят не ходи это ты отвергни они не больше Христа они должны были сами идти в мир идти и проповедовать а то придумали название затворник нет этого благовестник есть а затворник нету это нам затвориться от людей прятаться а Господь говорит отворите дверь и идите но это разное а я запруся меня святым будут считать и пусть ко мне идут но это в другом направлении идите вы сами вот что Бог сказал то если мы не знаем Слово Божие значит нам разницы никакой нету надеемся сказал Игнатий там такой Игнатий не знаем где находится как написано про Иоанна Кронштадтского общая исповедь а Серафим Чищагин митрополит Санкт-Петербургский он расстрелян был он говорит святым дано видеть что на земле делается и он видя что сейчас делается он там сокрушается и плащет может быть Иоанн Кронштадтский а то святой говорит почему он дал соблазн общая исповедь рукавом широким махнул и никакой исповеди нет вы подходите рот разевайте это не исповедь исповедь это открытое тайное помышление священник должен наедине быть наедине тогда человек откроет сердце свое я говорю вам уже прописные истины если этого нет значит и убедить нельзя он будет подыскиваться по те слова что я говорю у них сразу псевдоправославный там сектант или что-то но наше дело сказать потерярха смотри как клеймят какими словами называют а он же не уходит и Путина поносит всячески в интернете ничего за все награда будет от Бога радуйтесь и веселитесь когда имя ваше пронесут как неугодное сыну человеческого блаженны вы это блаженство и Бог дает его не всем один как-то сказал говорит в будущем когда наступит вечность будет вечное мучение и будет райская обитель благоденствие но пострадать за Христа можно только в этой жизни на той стороне уже нет ничего и поэтому нужно радоваться успевать идти идти неустанно ну а как же это тоже монашеское такое как учение что нужно пока ты жив нужно себя уже начинать оплакивать нужно уже раздать милосты наперед за свою будущую покойную душу ну это что говорить мы видим я вам говорю конкретно вот так мы здесь находимся это город Барнаул у нас благовестническая община небольшая две общины деревню с нуля строим православную я начальник детского лагеря был 45 лет создали без помощи государства тысячи детей то есть везде надо работать выработать работать довериться Богу если это в нас есть и умножается то мы на верном пути мы должны все время совершенствоваться каким путем до сердца достучаться иногда бывает так где-то надо помочь надо хорошо слушать нуждается в Боге заключенное бывает я вот 17 лет сотрудничал в тюрьме сам отбыл не один 5 тюрьм прошел за слово Божие нам есть что показать вот на нашем сайте там у меня Библия насчитана 12 томов Златоуста 12 томов Жития Святых 5 томов Добротолюбия Игнатия Брянщининов 50 книг я насчитал и они у меня в аудио все на нашем сайте можете скачать ехать дорогой и слушать или хозяйке включи дома она будет на кухне работать и слушать Библия насчитана Архипелаг ГУЛАГ я слушаю сейчас Жития Русских Святых почитаемых русской церкви ну я вам говорю что мы не скрываем нам что Бог дал мы отдали людям это чтобы люди могли пользоваться этим надо искать что-то издавать идти не можешь в тюрьму пойти сходи в больницу посетили навестили чтобы не быть бесплодным но и самое главное это спасение душ новые души когда каются я вот в интернете работаю сколько людей пришло сектантов руководители их принимают православие делаются православными священниками понятно а если бы ничего не говорил ничего бы и не было но я сам раньше общался с беспоповцами где вы были с федосиевцами беспоповцами не все я слышал ладно у вас еще вопросы есть какие да как вы относитесь к жеребию кому жеребию жеребию да ну если по молитве то разрешается но не в каждом деле жеребий на каждый вопрос который вы желаете делать можете записать четыре вопроса надо задавать без жеребия что об этом говорит святая библия первый вопрос что я в этом ищу духовного или телесного временного или вечного второй вопрос третий что об этом говорит моя совесть совесть и четверто не будет ли мой поступок соблазном для других во вред если ты отвечаешь положительно на все ну теперь если выбор допустим решили избрать тебя где-то старостой и другой также ответил и говорит мне положительно все теперь из вас можно по жеребию выбрать патриарха Тихона так избирали по жеребию апостола Матфея когда Иуда задавился я почему и спрашиваю ну там духовные люди я скажу ну жеребий не надо кидать там картошку продавать или не продавать садить ты или не садить не такой если действительно существенно да существенно и ты не знаешь лучше всего знать по слову Божьей четыре вопроса задавать не по жеребию жеребий при избрании на духовную должность другое мы не видим на духовную должность допустим сказали в вашей общине должны быть священники но кандидатуры три и все хорошие вот теперь бросьте жеребий кого изберет Господь тот у вас будет священником это будет по слову Божию мы от жеребия никогда не бросаем мы просто молимся и Бог полагает на сердце ехать не ехать мы молимся дальше совет держим обязательно чтобы у тебя был советник знающий писание любящий Господа обязательно православный ну вот опять же Игнатий Блинчанинов много говорит о том что мы сильно плоские люди и мы не можем доверяться своему сердцу потому что оно у нас ну я его не сужу я сказал как он сказал о монастырях монастырь сказать жизнь кончилась остались актеры еще нам искать 200 лет прошло там одни актеры прокуренные бывают мы я в монастырях много где был и в Жорданвильском за границей и в Почаево и в Сергея Лавре ну где только был там и заходил и видел по Евангелию не живут совсем вот этот Николай Гурьянов Иоанн Крестьянкин то другое они должны были клич бросить чтобы образовывали группу по изучению Слова Божия чтобы новые люди выходили на проповедь подвое шли и благовествовали вот это апостольский труд ну а так пришли там побыли там поработал ну и дальше что какой ты был таким ты остался ни одной души ты не можешь приобрести ты только думаешь это искусственная изоляция ну сидишь ты дома ты ничего и не знаешь а только вышел тебе первое замещание ооо тут в миру так плохо а ты в этом плохо разберись тут будут бить в одну щеку подставь вторую тебя так почти такие гулаговские трубы будут прогонять срок навешивать а ты иди 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 к мусульманам иди к буддистам иди к сектантам благовествуй истину Христову в православной вере открытую вот так надо у меня вот по этому поводу как бы такие размышления там много пишут о том что монашесу это невидимое обмучение но как бы я не мог понять кому нужны эти невидимые обмучения это они сами придумали своими силами спасаться не отдел Павел говорит кремлинам по благодати чтобы никто не хвалился мы все умершие сын мой был мертвый ожил пропадал и нашелся человека нельзя реставрировать как патриарх говорил и ремонтировать он еще ничего не знает патриарх Алексей человек мертв он только воскреснуть должен воскреснуть через принятие Христа Иисуса своим личным спасителем он за меня умер как златоуз говорит не просто за весь мир а за меня это мой пришел спаситель вот как учит великий златоуст нам не надо ничего придумать православие это смирение я нигде через это не перелажу а зачем а сектант он не понимает он умничает и думает что что-то новое изобрел а я ищу истину она открытая тебе ее надо принять а не искать ищет он а сам противоречит истине когда говоришь сатана обуял его а почему а он не причащается и там нет жизни кто не будет есть плоти сына человеческа пить крови не будет в том жизни жизни-то нет духовной это внешний антураж мы должны расставить как говорят все точки на ди нам бог открыл это мы православные и все даже встать за истину понести ее всем народам и племенам ну то есть по поводу жеребия если вопрос касается лично меня то как бы лучше его и не кидать и не относиться к нему как к чему-то серьезному вопрос лично меня и лично я его я 4 вопроса вам поставил вы каждому делу ставьте а потом когда все уже поставил ответ нашел в слове божьем пойди к священнику там к духовнику и посоветуйся а сам о нем молись чтобы ему бог положил тебе на сердце если ответ его будет по библии начинай исполнять обязательно посоветуйся будете кружок образовывать обязательно священника пригласить а он не пойдет но это его выбор тогда ведите без него нам нигде не запрещено заниматься словом божиим евангелие от яна 539 говорит исследуйте писание ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную через них через писание не через монастыри а они писание свидетельствуют о мне о христе везде и всюду христос в любом стихе библии если мы это поняли мы на правильном пути идем ну вот у нас в крамах в краме как я понял баптисты или кто-то приносит новый завет это не они это библейское общество крупным шрифтом псалтере это не баптисты там бывает братья Гедеоновы издают там вы видите внизу откройте первое написано библейское общество у нас Гедеоновы братья Гедеоновы во все они никакой не принадлежат просто с разных мест приехали люди там и православные бывают помогают распространять это не православные но они взяли синодальный перевод там все до буковки правильно я понимаю я это взял для товарищей вот так я вот просто не признаю никаких переводов никаких ни одного слова не допускаю только синодальный потому что синодальный перевод четыре духовные академии переводили там Филарет и Макарий канонизированные переводчики Хвойсен какой папский был это великие мужи веры и поэтому сегодня которые берутся переводить это смешно карикатура вульгарные слог а у нас пренебесное звучание а почему они тогда за другие переводы потому что этот они не знают их проверить нельзя если человек знает дорожку какую-то одна твоя дорожка ты по ней ходил и не провалится и нет змей здесь зачем тебе другую дорожку торопить по кустам зачем когда камень может на тебя свалиться это дорога которой нам указали святые мужи веры православная вера вера она дала нам канон канонических и неканонических книг сделали перевод баптисты адвентисты седьмого дня католики там какие мормоны все пользуются нашим переводом нашим синодальным это лучший перевод может во всем мире какой он поэтому написано да не отходит книга себе от уст твоих но поучайся в ней день и ночь дабы в точности исполнить написанное в ней Иисуса Новина 1.8 а Павел Тимофея пишет 4.16 вникай в себя и в учение в себя и посмотри как там написано и занимайся с ним постоянно вот поступая так спасешь себя и слушающих тебя не тогда когда ты молчальник затворник а когда ты идешь и говоришь это новые и новые люди будут приходить патриарх просто стонет что не идут вы обязательно прослушайте его выступление но он говорил это на московском и перхальном видимо собрании я так понял но в интернете стоит под ним я свой ролик выставил я это составил как ролик говорил как это идти и как что если патриарх бы вызвал где-то поделись то у меня опыт больше полвека я миссионер и знаю о чем говорю я бы с удовольствием пошел тем более я все делаю бесплатно бесплатно ради бога моего которого я люблю все все с богом давайте вы смотрите через неделю у нас ролик будет стоять вы себя там увидите и заново прослушайте о чем мы говорили хорошо нам не сложно о чем мы говорили мы говорили о божественном о спасении душ а это полезно очень многим меня упрекают что я повторяю иногда тоже но у вас вопрос опять тот же я вас отсылать должен к ролику но говоря о крещении я добавляю еще что-то новое говоря о монашестве я даю огромный материал огромный ну вот по поводу крещения я вам скажу ваш интерес ну вот нет крещение не действительно у нас все приезжают священники иерармонахи принимают крещение они обмануты люди были должно быть только троекратное полное священник должно быть не больше 30 лет вот я по этому поводу вам хотел сказать я в Брянске живу у нас в Брянске это от вас недалеко Иркутск Брянск Брянск а Брянск я не расслышал вот здесь в монастыре есть Площанское пустое вот там крестят полные три погружения вот туда идти не я там крестился ну то вот все теперь крещение действительно вы здесь некоторые были в Туле во всем городе там в епархии не могли найти где крестят правильно люди ездят издалека из Франции из Германии к нам в Барнаул едут чтобы принять крещение ну вот я говорю может кому-то будет интересно ну вот приятно слышать по счастью хорошо и меня там бесплатно без денег вот это же ты должен платить десятину десятую часть заработка священникам отдать где они бедно живут а при крещении ни копейки не давать никогда и скажи я знаю что священники нуждаются в деньгах я заплачу позже но не за крещение а за то что я люблю вас не меня там никто не просил ни за что платить просто были у нас были готовились к крещению пришли узнали полное погружение священник деньги на кон и они от него отошли к нам приехали приняли крещение нет а мне не денег ни что у меня просто молча а вот на Афоне когда приезжают из России вот эти моченые они их крестят полным погружением а это говорит обман воины лукавицы нескольких он не признавал совершенно вот это мочение это обман фикция шулерство я называю пираты захватили корабль но мы даже изменить обстановку доверяясь духу божьему все с богом да помилует нас господь все хорошего с богом да помилует нас господь все хорошего с богом Продолжение следует...